Всем привет! Мои хорошенькие, любименькие подписчики. Сегодня супер классный велик у нас на тест-драйве. Супер быстрый. На этом велосипеде, кстати, уже чемпионат Украины выиграли на минуточку. Это полностью новый велосипед от Merida. И называется он 968000. От него аж пахнет скоростью, пропитан гонками. Да вы что? Он как болит какой-то, Формула-1. Ну, на нем мы играли уже все, что только можно выиграть в Украине, насколько я проинформирован. А выиграл, тут, кстати, даже написано, Виталий Зубченко. Тут его есть инстаграм, профессиональный тренер, чемпион Украины, мастер спорта. Та там достижений страшное количество. Если хотите гонять, как этот молодой человек, то в инсту его залетайте. Я думаю, он вас сможет научить. Человек сильно разбирается в кросс-кантри, в марафонах, во всех этих вот делах. С радостью предоставил нам этот прекрасный экспонат на тест-драйв. Значит, зачем мы взяли вообще этот велосипед? У нас есть Specialized Epic Evo, который мы тестировали. Тест-драйв, который вот тут может выпасть, его можете зайти посмотреть. И он установил рекорд 3.33 на нашем первом тестовом круге. Абсолютно космическое время, недосережимое ни для кого. Но есть ответ от Merida в виде 96. Этот велосипед абсолютно точно так же был сделан для Down Country, как и Epic Evo. У него есть версия Race. Она немного отличается. А есть не Race, который у нас перед вами. И тут 120 хода. Как у Epic. И тут интересная геометрия. Обо всем об этом, да, по порядку. Внешний вид. Слушайте, вопросов вообще не вызывает. Я понимаю, что сейчас все Кандрины и велосипеды выглядят примерно одинаково. Учитывая того, что пошла мода на жесткие перья и убрали все шарниры, а морды кинули вверх. Поэтому сейчас, куда ни глянь, все вот так вот выглядят великие Кандрины. Ну, ничего страшного. Но оно очень красиво. Оно очень гармоничное, красивое, заниженное, драстянутое. Цвет вообще пушка. На видео полный очков будет у вас цвет. Я картинки когда смотрел, вообще странь какая-то. Чуваки, вживую, оно вообще по-другому. Ну, это все матовое и глянцевая вилка. И мериды сильно парятся, они вот в цвет вилки что-то подгоняют. Вот у меня, когда в Antwenty был топовый, там у меня серый пайк был и серая рама была. Цвет в цвет, тон в тон понаглядь. Здесь же они сделали под сид наклейки. И верхняя наклейка, и на Antisix на нижней трубе тупо в цвет вилки. Выглядит охренительно. Вот прям вообще вопросов нет. По цвету у меня вообще никаких вопросов нет. Ну, тут есть вопросы другие у меня к велику. Но что касательно внешнего вида, вопросов, сука, нет. Еще пару моментов. Я так упустил этот момент. Ну, я сказал, что синяя, под синяя, под синюю надпись и под синюю баночку на амортизаторе. Но бронзовая цепь с кассетой под бронзовую надпись Merida. То есть Merida сделала, черт, надпись специально такая, как цепь кассета. Сука, какие молодцы. Как красиво выглядит все. Стоит он 8 тысяч долларов официально. Ростовка у нас сейчас L и весит он чуть больше 11 килограмм. Вот такой прекрасный парень у нас сегодня на тесте, на обзоре. Я вам сейчас немного дам информации касательно вообще, что такое Merida 96. Он уже много лет является лидером гонок на кросс-кантри и марафонах. Этот велосипед выбрали такие легенды Иксе, как Гун Рита, Дала Флешо и Хосе Эрмида. И Дали Флесе выиграла более 30 этапов Кубка Мира Иксе. А Гермида завоевал 3 золотые медали чемпиона мира. 3 нахрен золотые медали. То есть Merida в кросс-кантри понимает достаточно много, как в марафонах, как и в шоссе. Далеко не лохи ребята, и они вот знают, как сделать гоночный велик, на котором можно побеждать. И вот Виталий Зубченко тому подтверждение. Это 8000 на его версии. Это топовая комплектация. Выше только тучи. Нет ничего круче. Значит, чем отличается он от Рейс? Здесь все личный ход вилки. Здесь 120, на Рейсе будет соточка. Здесь Amort 100, на Рейсе будет тоже 100. У Эпика его было 110. Маленькое читерство. Ну ладно, хорошо. Здесь также, как у Эпика, нет шарнира. Здесь также флексятся перья. Тем самым добавляя жесткость и нераскачиваемость. Амброзатор максимально вверх. Ну, как на всех контрильных велосипедах. Здесь больше рич, здесь больше угол атаки, в отличие от версии Рейс. Здесь не такой блатной карбон. Здесь CF4 используется. У Мериды он уже был. Но моя Мериды, которая была в Antvent, тоже была таким карбоном. А у Рейс уже будет использоваться CF5. Карбон, который еще жестче и легче на 200 грамм. Точно такая рама визуально. А сука легче на 200 грамм. Как они это делают? Два флягодержателя. Welcome. Но есть одна проблема. Вы думаете, почему большая баклажка тут стоит, а маленькая тут? А по-другому не работает. Ну, в смысле, эту баклажку вы сюда поставить не сможете. Она упирается в морд. Поэтому можете взять с собой полторы баклажки. Одну большую, одну маленькую. Также тут есть очень модное крепление, которое называется Trail Mount. Тут я два болтика. Под этой трубой. Ну, для чего это? Ну, банально, там, для баллонов СО2, для камеры запасной. Из интересного, того, что Merida ранее не практиковала, а вот абсолютно недавно начала, это полностью спрятанные все тросы и рубашки в рулевую. То есть здесь такая крышка пластиковая. В нее заведены абсолютно все, что можно было завести, кроме вот одной блокировки. И аккуратно все идет здесь. Крутится вместе с ними. Не вот здесь сбоку на раме, а вот сверху. Ну, вылетит аккуратно, но это сильно большой геморр в случае переборки. Ну, вы представьте, вам оттуда все это повыковыривать надо, вытащить, разобрать рулевую, повытаскивать тросы. Это, короче, чуваки, просто ад для вас будет. И также из интересного, но тупо контрильный велик, а такой уже стоит. Это маленький успокоитель, который тут прямо на шарнирочке крепится, чтобы цепь не спадала. На контрильном велике есть успокоитель. Не все эндуро-велосипеды идут с полмачаниями с успокоителями. На Merida уже поставила. Link также у нас карбоновый. Ну, как бы вся карбоновая рама с задними перьями, все тут у нас на карбоне. Еще из интересного по раме, все болты, которые на шарнирах идут, они на торксе T30. И прикол в том, что они затягиваются с одной стороны, с обратной стороны нет. Это сделано для того, чтобы вы не слезали, не сорвали болты. В общем, такая проблема есть. И вот теперь практически многие производители начали делать болты, у вас с одной стороны затягиваются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Прямиком покупаться. Пока я вытрушиваю всякий мусор из своих кроссовок, самое время им это и похвастаться, я вам-то не рассказывал. А я, короче, себе отхватил спешлайс туэфо русты. Вот такие вот тапки, тупо и ходить на каждый день можно, они очень гражданские, кстати, выглядят. И катать, и катать можно. И катать можно. Подошва, слепнот, все как положено, спешовская, фирменная, классная. Тут замш, тут искусственная кожа, жесткая подошва с пенкой Ева, все как полагается. Я в них уже и в горах откатал. И вы знаете, вопросов у меня по подошвь вовсе нет. Все целое. Где-то уже месяца два я в них растекаю. Тут стелька такая богатая. Боди-геометрии все как полагается, с всякими подъемами, крутыми там. Короче, если хотите такие тапки, у нас есть. Абсолютно весь ассортимент тапок спешлайс. Я вот пока такие себе отхватил. А попозже гляну еще на ДХ-шные 2ФО. Ссылочку в описании, конечно, вам оставлю. Че, первый тестовый участок. Я пытаю иллюзии, конечно, касательно этого велосипеда на этом участке. Сильно вот прям вообще надеюсь, и я почему-то думаю, что он может сейчас показать нам очень хорошее время. А возможно и конкурент на Эпику. Будет, как обычно, у меня сзади ехать. Человек с лосиной подгонять. Если я буду медленно ехать, понял? Погнали! Че, я какой-то бегал. Че, я не убился? Че, я не убился? Че, я не убился. Блин, че-то тяжело сегодня все это далось. Как-то не знаю. И ошибся в конце. Время у нас 3.40. Как и моя меридка. 3.33 у нас у Спешлайза Эпика. И блокировка есть, и карбоновые колеса тут у нас. И резина накатистая. Сегодня не зашло. Сегодня 3.40 у нас. Потенциально может быстрее, но че-то сегодня не задалось. Давайте глянем, что за 8 тысяч вам кладут в коробку, помимо рамы. Да, раму вам покладут все-таки в коробку. Полностью карбоновую, еще раз вам напомню. Топовую. Без шарниров. С амортизатором. Рок-шок. Это прям супер-красный амортизатор, который называется Сид Люкс Ультимейт. С блокировкой. С выносной. Ёпти. Правда, здесь есть проблемы, иного плана. Здесь нет никаких компрессий. Но вы можете только заблокировать и разблокировать амортизатор. И здесь есть отскок. Во имя Бога Лайта была отсюда убрана крутилка человеческая, чтобы можно было крутить отскок, сука, руками. И вкорячили сюда шестигранник на 3 миллиметра. Подлезть невозможно. Ну, я вам напомню просто, что вот тут это находится, а здесь у нас баклажка. И я вам сейчас все покажу. У меня случайно, абсолютно в кармане, с собой есть шестигранник. Лизайн. Хорошенький такой. А у меня есть амортизатор. Мне, значит, на 3 надо, говорят, здесь найти. Сейчас все будет. Вы же любите тест-драйвы, как положено. Но, в смысле, мне спешить надо, у меня гонка сейчас будет. Ну, то есть, вот такими страданиями можно будет добраться до отскока. Ради чего? Крутилка, вот эту, которую они убрали, божественная, весит сколько? 3 грамма? Или, может быть, 4 грамма? Ну, то есть, вот когда производитель идет на вот такое уменьшение веса, я это, сука, не понимаю. Ну, то есть, правда не понимаю. Он, человек, крепление для компьютера навесил, уже полностью перекрыл ваше облегчение. Также вилочка у нас есть. Да. За 8 кусков будет идти вилка. Сид, ультимейт. И, что самое интересное, это новый сид. Абсолютно. С 35-ми ногами, с новой короной такой обалденной. И еще интересно, тут новая картриджка, называется Charger Race. Выглядит вот так. И также блокируется здесь одна монетка, сдублированная, рокшоковская, которая блокирует вилку и амморт одновременно. Ну, и разблокирует. По настройкам вилки ничего нет. Я, кстати, не знаю, что действительно в кросс-кантри не нужно ничего настраивать. Нет, есть отскок. Да. Это, конечно, тут сильно у меня начинает подгорать уже, потому что тут тоже с отскоком что-то сделали. Я не знаю, какая-то проблема. Это шестигранник с вот такой пластиковой заглушкой. С помощью этого вы крутите себе отскок. Вообще красная крутилка должна быть удобная такая, чтобы можно было крутить. Как думаете, вот этим пипкой торчащей сбоку удобно крутить отскок себе на вилке? Это ладно. А теперь надо вставить. А чтобы вставить, надо попасть в ту дырочку маленькую. И это сделать абсолютно невозможно. Ну, потому что она аж вот тут у вас. Не, никогда в жизни не сделайте. То есть надо переворачивать велик сейчас. Ну, я точно смогу. О, вот нашел. А еще ради веса. На вилке зачем-то убрали верхнюю крышку. Знаете, такие крышечки есть, когда вы скручиваете и воздух подкачете. У вас там ниппель. Я вообще не понимаю, нафига это делать. Ну, компрессии и низкоскоростное, высоко, ничего здесь нет. Ну, видимо, не надо никому поддерживать вилку. Всех устраивает и так. Заблокировал и погнал. Странно на самом деле. Пригорает у меня еще тут от следующих моментов. Ну, тут пригорает лишь потому, что я долбоеб. Это правда. И я люблю катать... Это как это правильно называется? Маунтин байк. Ну, типа это горное катание. Ну, я люблю, короче, вниз ездить. А ребята на таких велосипедах любят наоборот. Вверх ездить. И для того, чтобы они хорошо ездили вверх, для этого нужно ставить вот такие выноса. Ну, потому что примерно вот такое здесь длины стоит. Абсолютно вот такие ровные рули. А еще это все должно быть бэксвип. Вниз опущено и занижено. Это я уже три кольца поставил. А человек, который катается, три кольца сверху. Вы теперь понимаете, как на этом ехать вниз, когда у вас вот так руль? Это, кстати, очень похоже на грейвел. Прям вот так руль у вас, только не вот этот вот ублюдочный, а нормальный, ровный. Вы вроде бы как человек, но вроде бы как и не совсем, потому что вы какого-то черта раком на велосипеде ездите. И это хорошо, когда вы едете вверх, потому что вы загружаете переднюю часть и вы наваливаете как боженька. Но это очень плохо, когда вы едете вниз. Я понимаю, что Нина Шуртер, который катается на подобных рулях, у него он еще вниз загнутый и опущенный, там прям на асфальте валяется. Я хрен знает, как он вообще катается, каменные секции с таким вот положением. Но я уже чуть-чуть проехался с вот таким вот. Это безобразие. Ну прям для гонок, для кантри это все правильно. Тут вопросов никаких нет. Ну прям по треллу понаваливать. А я вам напомню, здесь 120 хода, и это типа даун кантри, то есть типа вниз понаваливать. Руль нормальный, сука, поставьте, чтобы можно было вниз понаваливать. Тормоза Shimano Deore XT. А я вам напомню, 8 тысяч долларов велосипед стоит. Deore XT. Ничего нового, абсолютно стандартные Deore. Все как обычно, ручка накачивается. Отвратительные. Да. Ротора офигительнейшие. Это новые ротора. Ну как новые. Пару лет уже, наверное. С охлаждением тут все круто, сделано классно. Передний четырехпоршневый. Тормоз 180 передний. Но у меня больше вопросы по заднему тормозу. Во-первых, 160 сзади. Ну ладно, хорошо. Хотя нет, не ладно. В кантри может быть и ладно. А это ж у нас даун кантри. Тоже вниз понаваливать в горах. Со 160 ротором. И ладно-то ротор. Но у нас есть другая проблема в виде двухпоршневого тормоза. И на этом проблема не заканчивается. Он с креплением флэтмаунт. Не слышали о таком говне? И слава богу. А это дерьмо набирает популярность. Кстати, перекочевало, насколько я помню, с шоссе. И аэро-шоссе. И там типа оно все спрятано. Это все аэродинамика. Это все. Но вот знаете, что когда вам не хватит этого тормоза, и вы заходите сюда поставить четырехпоршневой, вы этот тормоз можете пойти и просто выкинуть нахрен. Вы ему никому не продадите. Это крепление еще ни у кого не стоит. Оно абсолютно другое. А да, и купить тормоз вы тоже не сможете сюда нормальный. Вы обречены иными словами. Колеса карбоновые полностью. Называются они Reynolds. В общем, у Merida контракт походу с этим брендом. Разве раньше они ДТшки очень часто ставили. Сейчас начали ставить эти колеса. Карбоновые. С пожизненной гарантией. Это уже очень даже хорошо. Значит, задняя втулочка у нас на собачках. Четыре собачки. 36 точек зацепа. Прямые спицы. Вес велосета 1807 грамм. Весьма не дурно. 30-е, по-моему, ширина ободов. Ну, колеса прикольно выглядят. Реально. Вопросов нет. Вопросы есть к следующему. А это к трансмиссии. А стоит у нас здесь GX. GX Eagle. Ну, GX Eagle у нас исключительно шатуны, перекидка и монетка. Карбоновые шатуны. Некарбоновая, естественно, перекидка, ну и монетка. 12-е скоростная. А кассета у нас X01 на 52. 10-52. Сука, 52. Абсолютно новая, свежая. И золотая цепь, ну и кассета золотая. Прямо к медалям золотым вас отправят. Прямо туда. Шатуны 175-е с 34-й звездой. 34-я звезда спереди стоит. Вот прям именно для навала. Когда вы покупаете такой велик, смотрите на это все и понимаете, что в ларек уже за пивом не слетать. Только на подиум, пацаны. Тут стоят грипсы. Я даже не знаю, это не грипсы, это просто кусок поливочного шланга отрезают и вот на руль одевают. Типа суперлегкие, супермягкие, как поролоновые такие. С пластиковыми брендами. Не знаю, вот кандричики прям любят. Ощущение отвратительное, на самом деле, с их голыми руками браться. Прямо такое мерзкое. Не хочется даже браться за них. Но у нас есть перчатки, и слава богу, в перчатках тоок. Ну вообще, я не понимаю эти грипсы. Ну тут все ради веса. Тут надо все понимать, что вот все, что вы тут видите, оно не просто так. Оно сделано для того, чтобы это все весело, как можно меньше. Поэтому тут и седло стоит. Физик с карбоновыми лыжами. Насчет покрышек-то. Здесь стоят Хатчинсены наши, тестовые, Кракен и Тайпан. Тут стояла передняя покрышка Maxis. Я напишу вот какая, я забыл уже. Она там что-то типа 2.2 или 2.1 вообще была. А задняя у нас стояла, Спешлайз Эсворкс, в толщиной как два моих пальца. Пальцы даже толще, наверное, как один палец. 1.9 по-моему, ширина ее была. Там даже протектора не было, но особо. Ну и весело это все, как пачка с чипсами. Я, ну, хозяин на гору, я покрышки поберегу. Мы их снимем, но чтобы ты потом дальше кататься на них смог. Потому что, ну, я их просто в лоскуты тут разнесу на камнях. И мы поставили человеческие наши классные покрышки, которые держат, на которых мы сможем погонять. Так, наш второй тестовый участок. Очень сострадальный для этих велосипедов. Ну, сейчас посмотрим, что он тут заедет. А у нас ветер вдоль Днепра очень сильный сегодня, к сожалению. Чуть не лег. Вау! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Результаты второго участка Слушайте, жестковато, конечно, было Я тут на камнях уже молил о пощаде Значит, рекорд минуты 13 За моим Санта-Крузом Хайтауэром Merida 906 Проехала за 1 минуту и 18 секунд Два велосипеда есть Санта-Круз Хайтауэр немножко другой И Куб Стерео Они проехали за минуту 18 оба И этот проехал за минуту 18 А раскочеварился Блин, на камнях надо прямо Сильно крепко держаться за руль Чтоб не выйти с кабины Очень страшно Это же Кантриный-то вельчик Даун Кантри То есть вверх закручивать Давайте проверим, как он закручивает вверх Сначала по камням Потом по ровной тропинке С небольшим подъемом А потом вообще тупо по асфальту Мне почему-то показалось, что он раскачивается Вот когда покатали немного Что-то есть такое ощущение Ну давайте сейчас проверим еще раз Поставил камеру специально Посмотрим, как ведет себя амортизатор Так Шлифует Так, сейчас полностью все разлочено, естественно О, гребет Слушай, ну по камням Нормально вверх валят Ну как Кантриный-чик Тридцать четвертая звезда спереди Так, предпоследняя сзади Я 52-ю вообще не знаю, зачем включать Так, теперь по ровняку И просто едем сидя Сидя, крутим педалики Сейчас будет ровный асфальтик Короче, если вы Вот прям вообще не сильно давите на педали А так еле прикасаетесь То подвеска Вроде бы как стоит на месте Но как только вы чуть-чуть сильнее давите Причем сидя Не вставая даже на педали А сидя Уже начинается раскачка Это реально бесит Причем я подумал, что проблема только у меня такая Я написал Виталию, говорит, не, говорит Реально, говорит, раскачивается Я, говорит, долго привыкал Чтобы поймать вот нужный момент С какой силой давить Чтобы не так качалось Но у вас есть блокировка Вы можете заблокировать и ехать Полностью на Хартейле Это хорошо Геометрия этого касавчика Значит, у нас Ростовка-Эль Сегодня нам прям повезло А то М-ки одни подсовывают База 1180 Напомню, кросконтрейный велосипед 120 хода спереди 100 сзади Угол рулевой 67 градусов Рич 460 И пере 435 Вот такая дружелюбная геометрия Как для контрейного велосипеда Потому что его версия Рейс Имеет более тупые углы И меньшую базу А этот прям вообще дружок для трейлов Финалочка Мои хорошие друзья Покатал на этом величке Задержался он у нас Мы планировали закончить все сильно быстрее Но то погода То еще какие-то неприятности В общем катался на нем достаточно долго С полмесяца, наверное Блин, бедный Виталий Без гоночного байка полмесяца Прости, друг Мы старались сделать все максимально быстро и красиво И чтобы вам всем понравился этот тест-драйв Обязательно лайк поставьте И поделитесь этим роликом с своими друзьями Потому что мы прям душу валили сюда с Виктором Значит, что касательно этого велосипеда Вот я его прям сравнивал с Эпиком Эва Спешом Потому что они, ну, похожи Они до одной и той же задачи были созданы И они настолько разные Прям пропасть Если визуально эти велики Вроде бы как одинаково выглядят То в плане езды Ездовых характеристик Они абсолютно разные Этот велосипед Прям вот сильно дружелюбней Чем Эпик У него более покладистый характер То есть на трейлах На каких-то таких тропинках Вам на нем будет сильно лучше Веселее Приятнее И мягче Чем на Эпике Да, он не такой быстрый Это факт Прям на каких-то Сугубо-контринных Участках Этот велик медленней Но Если поехать куда-то вниз По каким-то легким камушкам Как у нас на участке были Или какие-то штуки попрыгать Он прям сильно ярче И веселее это делает Чем Эпик Почему? Потому что Эпик сильно жесткий У Эпика сзади было 110 хода Но он настолько дубовый Здесь цех был 30% Я поставил 20% уже Потому что ну Типа мягко А здесь это всего 100 хода Поэтому на этом велике Вот прям если вы хотите покатать Повеселиться немножечко И не думаете о гонках А просто о катании И катаете вниз Вот это прям оно Значит и из минусов Которых я заметил Во время катания На этом прекрасном велосипеде Седло Это ужас Я не знаю как катаются На этом все для людей Во-первых она настолько жесткая Ну это прям какой-то каратель ануса Ну это прям за плохое поведение Такие седла на велосипеды надо ставить Плюс она скользкая Я один раз остановился И просто с него Как на катке Съехал вниз Отвратительное седло Наверняка конечно очень легкое Но там с карбоновыми рейками Но на нем абсолютно невозможно сидеть Я проехал 40 километров И у меня жопа огнем полыхала Прям по-настоящему А 40 километров для Ну таких вот велосипедов Это вообще ни о чем Там они же катаются сильно больше Там марафоны там и все такое Понятно что в труселях С памперсами наверное Все вот это вот Но если прям кататься без этого всего Мое седло на Санте Сильно лучше будет Значит следующий момент Который я заметил Из негативного Это задний чертов тормоз Хрен с ним с XT Ну блять 160 ротор 160 сзади На двухпоршневом тормозе Оно вообще никак не останавливает И даже не хочет останавливать Ну если я говорю про плоское Еще Запорожье В горах вообще не хер ловить С этим тормозом Вот прям вообще забудьте Если вы такой велосипед купите И хотите поехать в горы Покататься Я не знаю что вам тут менять Ну у вас супер большие проблемы Ну во-первых Больше ротор поставить То конечно можно Ну а адаптер под флэтмаунт Я вообще не знаю В природе существует Если существует То где найти Ну это короче Супер большая проблема С этим новым стандартом У вас будут одни большие проблемы И мощнее тормоза не поставите Ну где вы его возьмете Никто же не делает Под такое крепление В общем Я не знаю Ну типа по месту катать Еще ладно Но как только на уклон попадаете Ну то есть по месту По тропинкам катать Еще окей Как только попадаете на уклон Минус один тормоз у вас на велосипеде Получил этот велосипед Распаковал его И тут такая царапина была На верхней трубе Ну такая неприятная Маленькая такая Я только потом понял Откуда она взялась А это вот Когда вот так вот у вас руль делает То это коцается Сейчас оно вбок упирает А если опустить Так как был руль Полностью вниз То четко вот монетка Коцается За счет низкого положения руля Вы доставите монетками То есть здесь нужно ставить Ограничитель выворота руля Почему его здесь не поставили Я бог знает Ну это на самом деле странно И вот человек себе уже покоцал раму Но когда сильно вот так вот Все занижено Должны стоят ограничители Как у трека У меня правда сильно прогоряло По поводу этих ограничителей Но лучше тут пускай они стоят Чем вы себе раму закоцаете Следующее Мне абсолютно непонятно Зачем На этот велосипед Ставить такую дорогую кассету И такую дешевую перекидку Ну я поначалу вам сказал Что кассета X01 Нет Это 1299 Я присмотрелся Это 2XA1 Кассета И цепь соответственно Бронза Бронза же бывает Только бронзовый цвет Золотой там черный Он бывает только в топовой линейке То есть 2XA1 Эта кассета стоит больше 12000 гривен Чуваки А перекидка за 50 гривен GX стоит И мне это Ну непонятно Зачем такая дорогая здесь кассета Ради цвета под надпись Merida Но переключает GX Просто космически Я реально Я от GX даже Ну не ожидал Такого Такого переключения Очень быстро Очень точно То есть в плане переключения Вопросов вообще никаких нет Ну конечно не XS Но слушайте Ну я понимаю Что кассета там Богатая на пыление И хорошо все переключается Но GX прям удивил Работа И монетка же GX у нас Понравился велчик или нет? Мне понравился велчик Реально прикольный велик Для тренировки Вот я реально хочу себе Велосипед для даун кантри Для тренировок Только руль вот этот вот С выносом Выкинуть к чертовой матери Отсюда И поставить хорошее седло И прям вообще Огонь пушка Наваливать физуху Тренировать Катать И причем вот Вот который более дружелюбный Вот который вот прям еще Позволяет что-то и попрыгивать И вам хорошо и мягко будет На камнях Вот прям вообще хорошо Да он будет чуть медленнее На каких-то там Подъемах Или на каких-то там Длительных участках Но мне для тренировок А это блядь и не надо Мне фановость надо А он ее дает Он кстати он мне чем-то Даже напоминает в Antwenty Только этот более такой сбитый В Antwenty больше расслабленный В Antwenty такой более трейловый Такой на нем гонять Вот RC в Antwenty уже Очень похож на этот велосипед Вот есть просто в Antwenty А есть RC Рейс Где Джоза Гермида На Кейп Эпике Рассекал RC-шка была Они еще туда на 96 не обновили Я на том катался И блин Очень похожие ощущения Только здесь в новой оболочке Все новое Все свежее На интересном карбоне И достаточно легкий велосипед На этом у нас все Большое спасибо Виталию За то что представил велосипед на тест-драйв Вам большое спасибо за то что Посмотрели этот прекрасный И красивый осенний ролик Вы гляньте какие цвета тут Наша камера дает Красивые Тут демки на инстаграм Обязательно это залетать Это много чего интересного А мы пойдем готовиться К новому тест-драйву У нас есть еще один интересный велосипед Всем пока